Паст оф Экстайл 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 Я играл немного в игру, еще разобрался, то как устроено, и знаю теперь, что мне надо искать и как улучшать лучший персонажа. Но это сейчас походу мы... Так, у меня есть хоть битр портала есть, и... Так... Ну, пока у нас монстры славы идут, наших умений вполне более-менее хватает. Будем собирать мы только синие вещи, обычные вещи мы будем брать только если там будут три разных камня, которые между собой соединены, потому что за это мы получим камень, который нам позволит менять цвета гнезд, цвет гнезд в предметах, то есть... Это волшебное, окей. Это обычное. Вот если б здесь было... Нет, пример пока. На примере покажу, чтобы было понятие. Потому что в этом плане эта игра очень достаточно сложная. В ней надо достаточно сильно и очень хорошо разбираться. Потому что некоторые вещи, ну... Это сложнее, чем Diablo 2. Но... По уровню это где-то как Diablo 3. Видите? Именно в плане того, что какие вещи мы можем создавать, как это делать и так далее. Какие вещи создавать, как их улучшать. Как можно адаптировать ту или иную вещь под персонажа. Так вот, залитый провал это то место, куда нам надо. Но... Мы сейчас займемся тем, что мы немного пройдем все-таки полностью пещеру. Потому что нам надо немного поднять уровень. Ну как немного. Хотя бы этот уровень до конца добить. Таким уровнем соперников это будет не так сложно. Видите, у нас стрела только в одну мишень бьет и все. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Так... Вот так вот. Сейчас тех расстреляем спокойненько. Стрел иметь. А, маны закончен. А, меня подмораживает как-то. Вот мы бы взяли бы вот эту вещь, если было бы соединение не только между зеленой и красной, но еще синей. Тогда нам давали бы цветной камень, с помощью которого мы могли бы менять цвета... Пещей... Цвета... Цвета, отверстий для камней... Не... Ай, короче, как сложно. Надо будет на примере показывать. Но вещь вы поняли примерно как выглядит. Так, у вас свиток портала... Училивать. Училивать. Училивающая нежить. Смотрите, крабики маленькие бегают. Цинь-цинь-цинь, вода льется. Красиво сделано. По системным требованиям игрушка очень простая. Плюс она бесплатная, в отличие от Диабло. Вообще, значительный плюс ее. Если вам не охота во что-то поиграть подобного плана, то качайте эту игру. Ммм... Просто... Я не вижу смысла покупать Диабло, тратить на нее там... Деньги, если есть вот эта... Игра, которая ничем не хуже. И даже ничем не уступает. Здесь такая же сложная система, получается, прокачки оружия. Здесь также надо долго разбираться. Ну, если ты, грубо говоря, тебе вообще в лом нафиг это не надо разбираться в этом, то можешь спокойно взять, пройти игру один раз и забить на этом. Если хочешь прокачать своего персонажа, здесь есть всякие сезонные задания. Турниры какие-то. Я еще даже до конца, видите, сам не разобрался. Так... То все полностью как-то... Так... Почки это плохо... Проходить просто, пропинывать. И по-хорошему что-нибудь расстреливать, потому что могут взрываться. И убить нашего персонажа. Так... Волун. Тоже нас ждет. Все. Идем спускаться, значит, на... Убийство нашего... Злодея. Уровень... До конца до прокачать не получилось. О, нет, еще есть, есть куда-то. Идет. Ну, не селит. Пока здесь сейчас все подсыпать. Нам же надо быть чем-то торговцем торговать. Так... Ну что... Идем в залитый провал. Будем уничтожать, властвовать, доминировать над всеми этими монстрами. Надеюсь, их будет не так уж и много. Будем заходить потихоньку. Потому что, ну... Вот. Все, пошли монстры. Так... Пользуем огнем и холодом, и огнем сразу всех. Холод замедляет, огонь поджигает. Будем, так сказать, их пить с тем, что есть. Так, доспеха. Можно будет доспехи улучшить. Так... Здесь у нас все тупик. Ладно, чтобы вот эти вот пьющие электричеством осьминоги. Похожие, кстати, на тех осьминогов. Но те, наверное, не осьминоги были, а механоиды какие-нибудь. Или я не знаю. Из фильма «Матрицы». Вот эти... Роботизированная армия-то. Осьминогов-то, которые в конце... В конце во второй, в третьей части нападали на базу-то. Так, все хорошо. Мы подняли уровень. Вроде как монстров там нету. Давайте же посмотрим. А, вот у нас закончился с последнего выпуска. Закончилось, получается. У нас есть восемь очков. Давайте же потратим их. Так. Увеличение глобальной физики. Увеличение уронов хаоса. Нацит здоровья. Так. Раз, два, три, четыре, пять. И у нас останется еще два. Раз, два, три, четыре. Так, у нас много чего можно качать. Но давайте пойдем от обратного. Пойдем по защите. Сопротивление огню у нас ноль. Сопротивление холоду шесть процентов. Сопротивление молнии семнадцать. Сопротивление хаосу ноль процентов. Давайте так вот четыре очка потратим точно. Увеличение урона хаосом. Нет. Увеличение глобального урона тоже неинтересно. Увеличение урона десять. Та энергетического. Так. Отсюда мы можем пойти так. Скорость атаки на двенадцать процентов больше. Повышение скорости сотворения чарт десять к ловкости десять к интеллекту. Нам понадобится. Так. Максимум здоровья. Максимум маны. Пять маны за убийство. У нас три. Давайте сделаем вот так. Я сейчас объясню почему. Аааааа. Сейчас получается пойдем каким путем. У нас ловкость сто восемь идет уже отлично. Ааааа. Ааааа. Значит, повысили здоровье на 5%, здоровье лишнее, дальше мы получаем еще на 15% больше здоровья, плюс 5 здоровья за убийство нам будет возвращаться, и 20 к тиле, и также мы получили 8% к максимуму маны. И следующее мы будем вытягивание души прокачивать, потому что мы получим ко всему количеству маны, а, мы получим 10 просто единицы, плюс 18 максимум, плюс еще, грубо говоря, мы к 157 получим, плюс 10 это будет 167, к 167 мы получим еще плюс 18%, нам будут давать по 5. Маны за каждое убийство, то есть, кто-то может спросить, ну, зачем, может быть, стоило урон прокачивать и так далее, с одной стороны, да, но в дальнейшем будет очень много монстров, а когда будет много монстров, возникнет такая ситуация, что просто не будет успевать восстанавливаться здоровье, а флаконы тоже восстанавливаются за определенное время, и поэтому лучше, к сожалению, прокачивать постепенно. Так, здесь нам нету интересных вещей, интересных вещей, точнее, для нас. Так, ну, брони, как вы видите, на текущий момент нам хватает, это хорошо. Так, воспользуемся флаконом, потому что в скором времени данной брони 100% не будет хватать. Так, ух, кто у нас появился, так, о, да у нас вообще пустой инвентарь, можно брать все. Нет там никого. Так, остается сюда, в эту сторону, пройти немного. Так, то у нас остается только одно место, получается вот это, в эту сторону идти. О, это отлично, мы сейчас их частично отсюда всех побьем, и у нас будет все хорошо. Никого там нету, конечно. Так, используем умение, которое бьет сразу нескольких, заодно мы их замедляем. Так, все обычное. У меня есть колчан для стрел? Есть. К тому же это обычный колчан, не особо интересен. Вот он, главный злодей. Ну все. Видите, у нас получилось его легко пробить, потому что я его ослабил, получается, вообще двумя, тремя видами, можно сказать. Вот, ржавый топорик есть. Так, раз уж такая песня. Лук два места, пинжал один. Глобальной меткости. Давайте возьмем эти стрелы. Сейчас посмотрим, может быть, здесь есть тоже что-нибудь такое. Так. Легкий, так сказать, своеобразный менеджмент инвентаря. Все, мы здесь все зачистили. Может быть, что-нибудь есть, так сказать. Плюшки. Вот бочка взорвалась, у нас отмелось определенное количество жизней. Хотя можно было луком расстрелять эту бочку. Так, вы убили обитателя глубин. Поговорите с Тарактем о награде. Все. Возвращаемся к этому чудному человеку за награды. А, не, мы сначала в инвентарь. В инвентаре мы сделаем вот так. Видите, есть большое количество свитков. Бутыльки мы пока оставим. Надо... А. Так, здоровье. Жизнь. 250 засеять. Так, это что у нас? 174. Так, вы знаете, как сделаем? Так, сначала продадим. Нам точно лук не нужен у нас есть. Броник нам не нужен. Это не надо, это не надо. Это тоже все не надо. Сапоги. Все, это мы продали. Теперь дальше. Если мы берем три одинаковых, так смотрите, флакона жизни, он превращается в более лучший. Более лучший, да. Более вместительный. А, следовательно, ну, сами понимаете, в этом есть резон. Глобальной меткости. И сейчас может свершиться, не свершиться никакого чуда. Так, кто нам обещал тут? Смотреть пророчество. Достижение пророчества у меня нет. Получить пророчество. Любовь к жизни. Ты используешь сферу превращения на кольцо или амулет и получишь модификацию на очко здоровья. Отлично. Вот кто хотел. О, есть лук. 6,25 ущерб. А у нас 6,16. Максимальный ущерб значительно больше. Ну, 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 ну. Так, так у нас задание выполнено. Давайте посмотрим. Следующее задание. Ну, дальше мы должны двигаться в сторону из сырого прохода в нужном направлении. Но не забываем, нам дали награду очко пассивных умений. И мы активируем 10 кмак. Так, 157. Подтвердить. 195. Почти что на 38 единиц маны у нас увеличится. Плюс мы будем 5 за убийство получать. Увеличение хаоса. Повышение шансов критического действия к ловкости и интеллекту. Так. Что мы следующее качать будем? Я пока не знаю. И по-хорошему бы вот это бы. Получить. Но нам надо качать интеллект. И сюда уходи. У нас есть 2 направления маха. Я хочу... Вот это получить нам надо. И вот это умение. Это умение у нас можно пройти только как-то так. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Всё. Никак иначе. Это умение получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Оу. Нечем много. Ну ладно. Так, меню карта мира. Отправляемся в серый подвал. Мы не отправимся в серый подвал. Потому что мы будем искать. Мы можем получить красный камень. Красного камня у нас нету, да? Живое оружие. А давайте посмотрим, какие у нас умения есть. Горящая стрела. Окей. Удар гадюки. Это для ближнего боя. Удар гадюки мы можем сюда поставить. Нам не понадобится. Меньший яд. Здесь сложная система. Значит, смотрите. Атака урон, 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 урон. Урон от яда, 251. Если смотрите, у нас все равно урон ядом, да? А ничего не меняется. Этот камень нам бесполезен. Потому что нужен красный. Магмовый шар мы можем. Давайте живое оружие. Значит, мы будем вызывать оружие. С нами будет клинок бегать. Это второй опять меньший яд. Бронзания. Бронзания для снарядов надо. То есть нам тоже это бесполезно. Морозный шар. Морозный шар это вот. И волна холода, да? Давайте посмотрим, какие мы можем купить. Бесплотные ножи. У него надрез тоже в минус. Ловушки нет. Капкан нам не нужен. Тома, который усиливает умение. Так. Я не знаю, как будет. Призрачный луч. Луч. Давайте горящую стрелу. У нас обычно атака будет сразу горящая стрелой. И всё. И не нужна нам эта вся. Дальше у нас будет морозный шар. И живое оружие. Живое оружие давайте сюда сразу поставим. Сюда уберем. Всё. Мы сможем ходить, убивать всех. Даже без угрызений совести каких-либо. По-хорошему. Надо дальше уже проходить. Открывать хорошие оружия. Хорошего мага, наверное, по камням. Не знаю, как можно его обозвать. Так. Иллистые низины. Иллистые низины это назад. Значит нам надо вперёд. Только вперёд. И шагу назад. Как у пионеров было. Так. А мы Т пока не можем использовать. Потому что у нас нету врагов, которых мы убили с оружием. Мне интересно, как это работает. Именно. А. То есть смотрите, ядовитая стрела ещё разбрасывает. Слизь. А. Так. Нету оружия. Нету оружия. Это обычно. Теперь я. То есть, кстати, ядовитая стрела хорошая. Я удивлён. О, хороший щит попался. Здесь, кстати, в отличие от Диабла, большинство перков же идут через вот эти камни. Следовательно. Следовательно. А. У нас. Так. Здесь скраб у нас был гигантский. То есть нам обратно туда теперь снова идти, да? Вот. И в результате здесь будут прокачиваться сами камни, а не... Сами камни качаются также опытом обычно. То есть, вот у нас сейчас, видите, в правом углу появилось. Следовательно, как у нас только поднимется уровень, у нас будут более лучшие умения. То есть я продемонстрирую, как примерно это выглядит. И всё элементарно. Просто даже на полуавтомате. То есть, грубо говоря, потом в дальнейшем. Можно будет за этим никак не следить. Достаточно будет просто нажать один раз плюсик и всё, и забыть. Вот видите, усилили мы ядовитую стрелу. Теперь нам достаточно просто один раз стрельнуть. Монстр погибает. И... Который появляется из вот этого голубого успешника, тоже в этом же яде. Либо в этом же котле, так сказать, доваривается. Быстро, удобно, вообще, практично. Волшебные предметы посыпались. Так что, скоро мы сможем что-то переодеть, усилить, улучшить нашего персонажа. И этот проход тоже. Надо прокачивать скорость передвижения. Но это можно будет сделать, по-моему, каким-то волшебным камушком. Ауэль, что ли, какой-то там. Ну, вы... Новая локация. Да. Новая локация. Так. Печатки, как у нас, только более лучше. Пит здесь. Давайте быстренько нам осталось 40% до нового уровня. Давайте попробуем добить нового уровня. Потому что, ну, хочется персонажа прокачивать, а и... Плюс показать, все-таки, в этой серии, как действуют камни. Как улучшаются камни, как улучшаются уровень камни. Плюс у нас пока что еще уровень достаточно быстро качается. В дальнейшем с этим будет... Такая... Проблемка, можно сказать. Как это действует там? Ладно, мне так и не помню, как действует этот... Камень на АТ, который проживляет оружие в ближнем углу. А-а-а... Все, я понял. Нам надо найти какое-нибудь оружие. Вот такое, типа. Пшалый топор. Сколько? До 11. Можно использовать уровень до 11. Они где-то 40 секунд будут летать, да, эти топоры? Топоры. Медленно. Так. Пока летают. А, все. Вот они отвалились, кстати. Живое орудие, смотрите. Можем до 50. 108% урона. Если мы сейчас вернемся назад немного... Теста лет... 116% от урона. 37,5 секунд так и осталось. Давайте стилетики, мритки... Так, пабликушки мы собираем, потому что они очень мало места принимают в инвентаре, и их продавать удобно. Уже полностью не так, сейчас забегом пройти. Нам же главное, вот все осталось, сейчас уровень получим, мы пойдем отсюда. Так, очко пассивных умений. Так, 10 стиля, нам нужен интеллект. Можно вот здесь вот интеллект, конечно, получить и пропустить вот это вот все. Но это раз, два, три мы выйдем. Это два, три. Да, по идее, так лучше. Здоровье или маны? Сейчас по здоровью проблем нету. Потом будет, да? Вот можно увеличить будет скорость, но это за два шага. Давайте пока так сделаем. Коварство будет изучено при достижении следующего уровня. Сейчас я буду направляться на то, чтобы распродать все это. Спасибо вам, что вы посмотрели эту серию. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты. После чего обязательно опишем, понравилась вам данная серия или нет. То вам понравилось, что не понравилось. То стоит добавить, что убрать. Потому что есть такой вариант, что может быть что-то реально лишнее. После этого переходим в контакт, там делаем репост. Обязательно после подписаться прожимаем колокольчик первый раз. Потом второй раз с появлением каемочек. Пишем комментарии. Ваш комментарий появляется в следующем выпуске. Всем до новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok